Не готова быть твоей женщиной. Сосалась со всеми, но выгнала Копченова. Давайте разберем, что пошло не так в восьмом эпизоде Холостячки 2 и почему Злата Огневич не соответствует своим представлениям о личной жизни. Вырываемся в восьмую серию. Погнали! Друзья, привет! Безумно рад вас видеть на моем канале. Конечно же, вы знаете, нужно подписаться, поставить лайк этому видосу, прокомментировать. Благодаря таким алгоритмам видео повышается в просмотрах и все больше людей смогут присоединиться к нашему семейству. У меня замечательный телеграм-канал, социальные сети. В общем, подписывайтесь, подтягивайтесь. Все ссылки на мои соц. профили в описании под этим видео. А мы начинаем разбор восьмой серии. Вкратце, как я могу это описать? Сосалась со всеми. Грубоватое слово, но здесь по-другому не скажешь. С кем-то с языком, с кем-то без языка. Но это было так все легкомысленно. И у меня лично сложилось впечатление, что Злата Огневич сама не знает, чего хочет. И очень легко на подъем, так сказать. Потому что нет ничего плохого в том, что ты целуешься с участниками. Плохо то, что смотря на каждого из них, ты таешь. Вот реально таешь. И ты готова раствориться в каждом из них. Ну, давайте устроим тогда групповое свидание, где ты со всеми по очереди будешь целоваться. Я думаю, что зрители не так это воспримут и не будет такого «Ох, просто Злата запуталась». А будет конкретный от зрителей, понимаете? Первый тет Златы восьмой серии был между Задворным и Златой. Хм, я же говорил, не нужно недооценивать Задворного. Сказали, то фу, он ей не подходит, он ей пользуется. Он вообще бьюзер какой-то. Задворный умеет очаровать, околдовать. Поэтому не надо, не надо. Лезла в объятия, в поцелуи. Летали на этом аэрошюте. Она летала, он ее ждал. Потом романтический ужин. Потом, значит, поцелуи. Потом дикая страсть. Тема воспитания детей. Злата, значит, разревелась в том, что ее булили в школе, потому что она всегда была не такая. Ну, мне это безумно напоминает и 10 сезон «Холостяка», и 11 сезон «Холостяка», и первый сезон «Холостячки». Вот как-то калька одинаковая. Может, у людей просто жизнь похожа. И ситуации то ли просто, ну вот, неинтересно. Потому что я сидел и как-то так смотрел, уже не совсем внимательно под самый конец, потому что стало скучно. Там и обмазывали друг другу грязью. И снова целовались. В это время в доме происходил какой-то курятник. Мужики спорили, кто чего да как. И, собственно говоря, Хвиткевич, не растерявшись, сказал, «Я приеду на второй этаж к Злате». Вопрос, зачем? Ну, это до добра не доведет, как показывает опыт с романом, который вылетел в прошлом эпизоде. Не знаю, все это было как-то так скомканно, и в плане драматургии не совсем понятно. Почему же так акцентировали на задворном? Почему так акцентировали на какие-то склоки в доме? Просто дальше было менее интересно, и, видимо, нужно было удержать градус интриги. Вспомните, какой анонс был сумасшедший. Да все думали, боже, там Рома вернется. Там вообще что такое сумасшедшее? Рома вернется, Рома будет, все окей. Но он не продержится там 5 минут и снова идет шоу. Успокойтесь. Я вам уже сказал, что победит Шевченко. Все. Вот вам неоспоримый факт. Потом Копченый начал рыть себе могилу. Олежка, значит, Злате дарит торт, записку, в которой признается, что он такой родни. И мы нежный, чувственный, свадебные цветы. Вы поняли. И потом, в момент сближения, они идут во дворик, чтобы заняться совместным стретчингом, который мне очень напоминал позы для секса. Ну, как бы. Не знаю. Ну, вот не харизматичный мужик. Нет в нем того огонька и магнетизма, чтобы прям, о боже, какой крутой чувак. Нет этого. Поэтому, конечно, вылетел. Конечно, поцелуй там не состоялся. А вот с остальными участниками Злата шалила по полной программе. Самое затяжное было групповым свиданиям по временем. Показывали, как рассмусоливали каждый нюанс, каждый момент. Вылавливали они устриц. Потом учились их открывать. Потом учились их есть. Потом учились, как правильно, что там пить с этими устрицами. И все бы ничего. Но это было так томно. Так долго. И вот центровую часть серии, главное ядро, составляло как раз-таки групповое свидание. Ну да, там Дима Шевченко спросил у Тарапаты, ты действительно ее любишь или нет? Ну и что? Что в этом вопросе такого? А подали, как будто там рушится земля, и спросили тайны, тайны, секреты. Тарапата такой, я считаю, что мне пришло время сказать, как есть. Мне нечего скрывать. Ребят, ну серьезно. Ну ты сейчас кукотища, СТБ. Можно что-то как-то придумать, подмонтировать. Ну что-то какую-то затравочку. Ох. Хвиткевичу в это время воруют злату на поцелуйчике, значит, в виноградное поле. Они там проводят пикник. Она наслаждается Хвиткевичем. Хвиткевич наслаждается златой. Там пацаны стоят, ждут. Говорят, я не знаю, такая банальщина. Почему в эфирном времени уделили огромнейший объем по таймингу именно этому свиданию? Непонятно. Далее у нас лата стреляла с лука вместе с Шевченко. Романтический вечер в стиле средневекового замка. Он король, она королева. Ужин, признание в чувствах, признание в симпатиях. Все это было откровенно. Ну видно, что горят в глаза. Ну хочет она Диму, успокойтесь, признайте этот факт. Все красиво, миленько. Но мне кажется, Дима не столь умен, чтобы придумать такое крутое свидание. Наверняка ему подали идею или направили вектор нужный, редакторы проекта. Ну и после этого сосание уже без языка с Хвиткевичем в Луна-парке. Воспоминания злата о детстве, тырым-пырым, тырым-пырым. Понимаете, я так перескакиваю, потому что ну размусоливать каждую деталь, каждую часть нет смысла. Там и нет чего-то весомого по смысловой нагрузке. Вот и все. Поэтому я так обобщаю, чтобы подвести итоги, у кого нет времени и желания смотреть нам серию все три часа. Вот вам я. Welcome to the club, как говорится. Я вам все расскажу, все покажу. Тоже поцеловалась с Хвиткевичем и на церемонии выгона попрощалась именно с Олежкой, потому что ну с Олежком поцелуя не было, соответственно, что Олежка в аутсайдерах. Ну, короче, как так, все это очень забавно, странно одновременно. Интересно узнать ваше мнение, как вам восьмой эпизод, чего вы ожидали от этой серии, ждете ли вы финал, и за кого будете болеть, кто достоин победы, ну и ждете ли возвращения Романа. Вопросов много. Сказать, что прям безумная интрига нарастает, не нарастает, пока что все ровно, предсказуемо, понятно. Ну, посмотрим, что будет дальше. А мне не терпится пообщаться с вами в комментариях. Так что лайкос, коммент, подписка. И я не прощаюсь, говорю, до скорой встречи где? Конечно же, на Беспал Мьюзик. Папа, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok